Доброе утро, Сергей Асланян у микрофона. Мы начинаем потихонечку погружаться в нашу автомобильную жизнь, она многообразна, тем более, что мы с вами прекрасно понимаем, к сожалению, и законодатель нас не оставит своей заботой, поэтому у нас будут новости идти оттуда, и практика наша повседневная подкидывает нам какие-то проблемы, и ситуация на рынке способствует тому, чтобы нам было о чем поговорить. И в целом наша ситуация на дорогах каждый день тоже нас, к сожалению, без тем не оставляет. Для того, чтобы связаться со мной, существует на самом деле целых три варианта. Ну, связываться со слоняном, конечно, это не лучший вариант времяпрепровождения, и тем не менее, для тихих приятных бесед, во-первых, есть телефон в Немлите, 495 код города, Москва у нас с вами одна общая, 6510996, по-прежнему восторгаюсь тому, что 996 соответствует FM-диапазону нашей радиостанции. Вы можете писать на сайт Финам.фм, там есть специальная закладка, люди задают вопросы потихонечку, уже некоторые прозорливые, в том числе даже из Сургута задали вопросы. СМС-портал 5533, потом нужно набрать буковку «Я», пробел, и дальше уже излагать свою точку зрения по любому поводу, задавать вопросы. 12-го числа товарищ Путин обратился к советскому народу, а заодно к федеральному собранию. Он много о чем говорил, он много чем гордился. Я не могу сказать, что все сказанное им вызывает у меня точно такую же реакцию, и я вижу в этом повод для гордости. Например, меня очень сильно смущает его восторг по поводу нашего демографического взрыва. Я понимаю, что таджики, натурализованные, приехавшие в нашу страну, там, кстати, мелькнуло, Россия будет прирастать в Сибирь, или да, вот именно там они и будут жить, поскольку наше коренное население оттуда тихонечко переезжает в нерезиновую. Нерезиновая становится единственным местом, приспособленным для выживания цивилизации, и это неправильно, и это странно. Демографическая ситуация у нас, к сожалению, не радует абсолютно, хотя то, что к нам приезжают люди из нашего бывшего Советского Союза, работать, иногда пахать и совершать трудовые подвиги, ну, отчасти это неплохо, хотя странно, где же местные? Так, почему же они там все-таки не берутся за лопату и ничего не делают? Мне очень понравилось в обращении к советскому народу товарища Путина поручение данное Шойгу. Как выяснилось, все-таки в Министерстве обороны у нас позитивные подвижки, оборонная доктрина не утверждена, а реформа-то продолжается, и именно поэтому очень вовремя, наконец-то, за это я, Владимир Владимирович, вам очень признателен, было решено возродить Семеновский и Измайловский полки. У нас ведь парадоксальная ситуация, к сожалению, армия ведет свое родословное от декрета 18-го года, поэтому получается, что сухопутным силам нашей страны, ну, заодно, кстати, и авиаторам, им 94 года, а вот флоту у нас 316 лет, потому что флот-то как раз у нас Петровский. И в связи с этим получилось так, что все войсковые соединения, которые в нашей потрясающей совершенно истории России были, они преданы забвению. У нас счетчик обнулили в 18-го, и с тех пор у нас пошли всякие таманские дивизии, и забыты не только лейб-гвардейцы, забыты все те остальные полки, которые веками воевали за нас, и уж чем-чем, а доблестью своей, конечно, достаточно славны в веках. Пора бы их возродить, причем уж если возрождать, то было бы, на мой взгляд, абсолютно правильно, не забыть и белогвардейцев. В белогвардейских частях вот уж там-то были патриоты максимальные, вот уж там-то были действительно люди, которые за Россию. И вооруженные силы Юго-России, которые дали, например, четыре цветные части, дроздовцев, алексеевцев, марковцев, корниловцев, первый наш официальный русский спецназ, корниловский, они, на мой взгляд, тоже достойны возрождения. А было еще очень много сказано Путиным о том, как мы хорошо живем, о том, как мы будем хорошо жить дальше, и одной буквально строчкой о транспорте. Товарищ Путин сказал, что, во-первых, в ближайшие 10 лет мы должны удвоить строительство дорог, во-вторых, мы должны связать нашу страну в единое транспортное пространство. Теперь по порядку. В прошлом году у нас был очень интересный скандал, когда поссорилось Росимущество с Росавтодором. Они выясняли, сколько же у нас дорог на самом деле. По балансу Росавтодора у нас федеральных дорог, вдумайтесь в эту достойную цифру, результат нашего многолетия, мы же годами строим дороги, 50 тысяч километров. Федеральных трасс в нашей стране 50 тысяч. А Росимущество настаивало, что у нас их 411 тысяч. Расхождение практически восьмикратное. То есть получается, что у Росавтодора на балансе не стоит 360 тысяч километров дорог. Если посмотреть правде в глаза, то в принципе всех дорог, в том числе и деревенских, сельских, грунтовых, убогих, кривых, и тех, которые идут просекой, и те, которые у нас идут на центральную усадьбу колхоза и топят трактора, 980 тысяч километров. Это все равно очень мало. Даже в индустриальных, не сильно развитых странах больше. Во Франции больше, про Америку не говорю. Япония, коротенькая Япония, имеет полтора миллиона километров дорог. Про Китай говорить тоже страшно, про Америку не будем. При том, что Китай строит дороги почему-то быстро, хорошо, чрезвычайно резво. Резвее нас. Видимо, им дороги нужнее, чем нам. И вот в этой ситуации Путин сказал, что хорошо бы нам удвоить. Осталось только понять, что же именно удвоить. Мы сколько строим? Мы где строим? И чего строим? Про откаты в 400-600% в дорожной сфере, да, мы знаем. Предыдущий, товарищ начальник Росавтодора Чебунин, отправленный на самом деле на другую работу, хотя он заслуживает определенных трений с уголовным кодексом в присутствии адвоката, есть к нему несколько вопросов. Он всегда говорил, что не надо катить на дорожников. Ну, нету никаких проблем. У нас просто так устроена система, что мы не можем сразу посчитать, сколько именно идет на асфальт, а сколько на, например, выкуп земель под дороги. Внимание, вопрос. А почему у нас так устроена система, что мы до сих пор не можем посчитать, почем у нас один погонный километр дороги? А почему у нас так устроена система, что у Росавтодора срос имуществом расхождение? А когда Путин говорит о том, что мы в два раза должны что-то там улучшить, углубить, увеличить и построить, в два раза от какой точки? От несуществующих? Мы дорогу на Колыму сейчас запланировали в ближайшие 30 лет построить, там буквально пара триллионов, причем мы собираемся строить грунтовую, 21 век на дворе. Там, если посмотреть недалеко, ребята с другого берега, Берингового пролива, научились все то же самое делать из бетона и асфальта, причем достаточно давно. А мы пытаемся грунтовочку построить, 21 век. Мы, кстати, к середине 21 века хотим там построить всего на всю грунтовочку, по цене Андронного коллайдера. Если именно это, товарищ Путин, имел в виду, то тут желательно, чтобы все-таки Росавтодор щелкнув каблуками и начал более пристально относиться к тому, что ему говорят сверху. Еще одна интересная особенность. Вот эта самая транспортная связанность. Когда у нас был тандем, то задняя часть этого тандема ездила по стране и рассказывала региональным руководителям о том, что необходимо развивать транзит. В нашем нынешнем постиндустриальном обществе, а мы потихонечку подходим к неприятному моменту постиндустриализации, зарабатывать надо на всем. Заводы, фабрики не являются кормящими. Именно поэтому вы, наверное, обратили внимание, что сейчас так сильно по налогам, по тарифам, по поборам давят население, поскольку в целом экономика страны может дать в бюджет только 40% средств. 60% нужно содрать с населения. И вот в этой связи абсолютно правильно, что зарабатывать надо на всем. А у нас геополитически интересная ситуация. Мы находимся между Китаем, главным производителем всего на свете, и Европой, одним из самых главных потребителей всего на свете. Это означает, что у нас блистательные перспективы для транзита. Значит, нужно предложить европейцам и азиатам ездить через нашу страну не только по железной дороге, но и автомобильным транспортом. Это в нашей-то стране, где Соловей-разбойник в лице ДПС, пусть и упор, является главным на дороге, главной помехой на дороге. Это в нашей-то стране, в которой у нас Нургалиев, предыдущий министр внутренних дел, дважды, один раз в собственном кабинете, второй раз в собственном ведомстве, полностью победил коррупцию, сначала за месяц, а потом еще раз буквально с щелчком пальцев. Коррупции у нас нет, и по этому поводу сайт анекдоты.ру самополитизированный очень правильно сказал. В нашей коррупции полиции не обнаружено, заявил полковник коррупции. И вот в этой связи какой может быть транзит? У нас через географическую нашу протяженность, чтобы то ни было возить, уже тяжело и сложно, потому что солярка плохая, солярка дорогая, везти не получается, на дороге ограбят, а еще при этом у нас общая доктрина государства 60% получить с чего угодно, но только не с промышленности, в том числе и с транзита. И получается, что одно противоречит другому. Единое транспортное целое связать нашу страну мы не можем, потому что мы коряво строим, много воруем и мало получаем. На транзите мы заработаем не в состоянии, хотя геополитически мы обязаны это сделать. И поэтому фраза, повисшая воздухом о том, что нам нужно устроить транспортную связанность и единство всей российской территории, оно как хорошее заклинание. Да, действительно, если я волшебник, заклинаю транспортная связанность. А если я, например, президент, то возникает вопрос, и что за этим стоит? За этим стоит все тот же Росавтодор, который не умеет строить дороги. За этим стоит все та же самая система откатов, система тендеров, благодаря которому, например, получается, что даже дороги почистить у нас некому. Тендер-то выиграли, но выиграли не специалисты. И вот в то время, когда товарищ Путин рассказывает нам о том, как хорошо было бы связать нас в единое транспортное целое, вот, например, сегодня с утра уже встала трасса Дон под Ростовом. Сегодня на где-то, наверное, часов на 12 дня намечен подвиг МЧСовцев. Они должны будут отчитаться о том, как они победили стихию. Но снег выпал, и дорога встала. И в этой связи транспортная связанность наших просторов, она под еще большим вопросом, поскольку факторов много. Тут украли, там недостроили, здесь обобрали, там гоп-стоп, здесь видеофиксация, туда ехать не моги, а здесь тебе припарковаться негде. И, кстати, Чебунин хотел сделать дороги односторонними, а тут еще и снег выпал. Сейчас мы прервемся на новости, потом, я надеюсь, уже будут телефонные звонки, а вопросов, да, действительно. Мы продолжаем разговор, я по-прежнему здесь в студии, жду ваших звонков, звонков пока не очень много. На всякий случай, напомню, телефон, код города 495, дальше номер 6510996. СМС-портал 5533, буковка Я, пробел, соответственно, дальше все ваши вопросы. На сайт тоже, пожалуйста, заходите, тут есть о чем поговорить. Уже встык с тем разговором о транспортной доктрине, которую слегка затронул товарищ Путин, а заодно и товарищ Сергей Асланян. В совместной дискуссии сразу спрашивают, что вы думаете по поводу укладки асфальта прямо поверх снега. Интересно, в Норвегии тоже снег в асфальт кладут или нет? В Норвегии, недалеко от Осло, в горах стоит памятник человеку, который уже на нашем с вами веку, то есть, ну, в 20 веке на самом деле, построил дороги этой стране. Он считается национальным героем. Скальные грунты, очень много тоннелей, чрезвычайно тяжелая геологическая обстановка, и тем не менее, Норвегия вся связана дорогами. Эти дороги чистятся, но они не чистятся до асфальта. Они даже в Осло, если кто не был, Осло это такая маленькая-маленькая деревенька, чрезвычайно приятная, в основном с деревянными финскими домиками, и небольшим таким деловым центром, который тоже по нашим меркам, конечно, не дотягивает даже до Бирюлева. Все это чистится, но за пределами норвежской столицы просто трамбуется снег. Его выпадает слишком много, до асфальта не имеет смысла чистить. Трамбуется, укладывается, иногда проливается кипятком с абразивом. И когда он замерзает, получается не налить, а получается наждачная бумага. Ехать по ней действительно очень удобно. Я пробовал в свое время. Замечательно держит. Конечно, асфальт в снег кладем только мы, потому что у нас есть специальные расценки, которые зимой этот вид творчества оплачивают лучше. У нас, например, существует такое понятие, как ямочный ремонт, и он подразумевает локальное вторжение. То есть подошли, увидели дырочку, ее слегка кисточкой почистили, помыли по краям, плеснули битума, и это, наверное, уже достаточно для того, чтобы получать денежки в кассе. На самом деле, вы не поверите, но у нас не существует по ГОСТу понятия ямочный ремонт. Нет его. И в том месте, где снег положили в асфальт, это означает, что либо это новый асфальт, и так было задумано изначально, либо это мошенничество, статья 159, поскольку на самом деле нужно было по ГОСТу подойти с отбойным молотком, засучить рукава и аж до подушки. А там все по новый песочек, а там по новый гравий, и только после этого асфальт. И ни в коем случае, конечно же, не зимой. Но до тех пор, пока вот этот очевидный вариант мошенничества у нас с вами перед глазами проходит, и абсолютно никто ничего не может сделать. То есть на одном полюсе люди кладут снег в асфальт, на другом полюсе товарищ Путин рассказывает о том, как нам было бы хорошо устроить транспортную связанность нашей страны, а между ними бригада гастарбайтеров кладет снег в асфальт, вот до тех пор мы с вами можем быть уверены в том, что абсолютно ничего у нас с вами не произойдет. Телефонный звонок я попробую нажать на волшебную кнопку. Алло, Максим. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос несколько не по теме сегодняшнего эфира, не про транспортные униурядицы, а про выбор автомобиля. Это правильно? Значит, выбор стоит между BMW M1 Coupé, которую некогда назвали копейкой эгоисткой, и BMW X1. Вы для себя? Да. А X1 полноприводный или заднеприводный? Вот, пока еще точнее определился. Если вы хотите настоящий BMW, то, конечно, M1, потому что X1 – это все-таки компромисс. Он чисто маркетинговый, сделанный для того, чтобы дать бой Qashqai, не признавая, что Qashqai является конкурентом. Но между ними же колоссальная разница. Но Qashqai почему-то популярен, и почему-то выясняется, что маленький кроссовер в городе имеет право на существование, и BMW пошло маркетинговым путем решения модельного ряда, и теперь клепает автомобили подо все на свете. Я думаю, что если завтра выяснится, что автобус – это тоже хорошо, BMW будет делать автобусы, а заодно ищить троллейбусы и трамвай ради заработка. X1 – он хорош только на полном приводе, причем в максимальном энерговооружении. Вот если вы хотите понять, за что вы заплатили деньги, то вы должны заплатить в три конца. То есть взять самый дорогой X1 на полном приводе с самым мощным мотором. Вот эта едет замечательно, а на самом деле M1, конечно, M1, но на этой машине надо уметь ездить. BMW, она чем хороша? Она дает вам великолепное ощущение классного водителя, ровно до первого телеграфного столба. На заднем приводе надо уметь ездить. Не все умеют, не все готовы. BMW – машина с подвохом. И, кстати, не думайте, что она не ломается. Цена ломается на общих основаниях, поскольку законы физики даже в Германии не отличаются от законов физики в России. И уточняю еще вопрос. Тогда в свете ваших последних профилей слов начинать с нее не стоит. Если это первая машина? Ну, предполагается, да. То есть есть такая возможность. То есть вы пока еще пешеход? Да. Ну, для первой машины я не представляю себе, какие навыки она вам поможет отработать, но я представляю себе, какие трудности она вам создаст. Я бы поостерегся. Самое главное, чтобы первая машина была на механике. А вот все остальное, ну, M1, она собьет вам планку. После этого вы, как наркоман, будете долго бегать по миру за Lamborghini Diablo, и не накопив, очень сильно расстроитесь. Угу, я понял. Максим, осторожнее с такими брутальными машинами. Как вторая машина? Замечательно. Как первая? Тяжелый старт. Ну, то есть с чего начинать в этом плане не очень принципиально. Абсолютно не принципиально. Главное, чтобы эта машина дала вам базовые навыки. И механика здесь обязательно. Тем более для мужчин, потому что рано или поздно вы сядете, например, за руль пикапа, а у них довольно у многих все-таки только ручка. Вы можете оказаться на каком-нибудь очень интересном грузовике. Даже иногда по бизнесу приходится. И некоторые спортивные машины тоже бывают только с ручкой. Поэтому у вас должен быть широкий диапазон. То есть механика и задний привод? Любой. Задний, передний, задний отработает мастерства больше. Только не вляпайтесь в Жигули. Ни в коем случае. Боже упаси. Ну, я на наши, честно говоря, как-то и не смотрю. Правильно. Не надо. Не надо. Зачем вам слесарные навыки? Вам нужны навыки вождения. Максим, успехов вам. Из Сургута. Коротенькая ремарка по поводу Тигуана с механической коробкой передач. 1,4 150 лошадиных сил. Это тот самый Тейсаевский мотор. И совершенно правильно. У Александра есть опасения. Особенно по поводу зимней эксплуатации в морозы. Единственная проблема, которая может быть, это масло на угар. Просто приглядывайтесь, сколько оно потребляет масло. Сам по себе моторчик очень интересный. Молодцы немцы, что они эту сверхсложную технику так решительно бросили по всем рынкам. И в том числе в нашу страну. Потому что Тейсаевские моторы, они не зря несколько лет подряд получали на международном конкурсе двигателей года первое место. Великолепно сделано. Очень интересно. Но по расходу масла есть определенные трудности. Тем более в морозном климате Сургута. Еще один звонок. Ольга, попробую. Знаете, Ольга, вот я сейчас нажму на кнопку. Я так надеюсь, что услышу ваш голос. Добрый день. Ольга, здравствуйте. Мне повезло, а вам? Ну почему? А мне всегда везет. Молодец. Я живу в своей стране. Я гоняю то, что называется властью с малолетства. Это было очень давно. Ух ты. Знаете, вот вы встать, встать, издеваетесь, а я в одиночку. Придет такая тварь непонятного возраста с присклявым голосом. Говорит, ой, уйди, девочка, уйди. А потом говорит, ой, Ольга Павловна, а как сделать так, чтобы вам понравилось? Ольга Павловна, я снимаю шляпу перед вами. Это блистательно. Нет, дело в том, что я когда еще была маленькой-маленькой, когда говорят, что вот все запрещали, когда нас против нашего желания приняли в комсомол на полгода раньше, нам 13 лет еще было, все эти твари собрались, пришли, сказали, говорит, а мы не хотим. Что было с райкомом? Я дам. А когда нас попросили две копейки, мы дружно сказали, мы не сольвентные, когда будем зарабатывать, мы вам заплатим. Вам стыдно, вы жалеете. Да, нам стыдно. Пригласить папов не надо, потому что папы были хуже. Да, но все-таки тогда вы начинали в стае, Ольга, обратите внимание. Нет, я была первая, потому что у меня 8 месяцев было до этого, до 14 лет. Да, я подумал про другие 8 месяцев. Ольга, а что у вас с автомобилями? С автомобилями? Пробой мне ГАИ выдала. Куда бы они делись? Я ничего... Нет, а я ничего не покупала, что ли. Правильно. Я пришла сдавать правила, которые я действительно на тот момент знала весьма неплохо. Думаю, пока я сдам правила, а потом буду водить, если когда-нибудь научусь. Мы немножко поговорили с ГАИшниками, который почему-то, когда я доходила до предпоследнего вопроса, он мне все обнулял. Я пропищала ему что-то. Он сказал, иди отсюда, никогда не сдашь. Я говорю, я и не стремлюсь. А когда уже выходила из двора, тот был майор, а этот был подполковник. Он догнал мне, сунул эту корочку, сказал, вот здесь распишите и заламинируйте, и больше не приходите. Я говорю, стой, дурак, я же водить не умею. Ой, не приходите больше. С тех пор вы научились, я надеюсь, Ольга? Нет. То есть вы не активный водитель? Нет. Вы понимаете, у меня тип такой нехороший. Я не буду орать, бибик, я просто разгонюсь и протараню. А населения у нас мало. Ольга, у нас с вами одна минута. Если вы хотите еще немножко восторгов, то вы их получите. Что касается борьбы с дорогами, писать, писать, писать. Не звонить на радио, не плакать. Первое, это прокуратура. Прокуратура на местном уровне. Вас пошлют. Потом будет по Москве обычно. Ну, москвичи народ какой-то очень слюнявый. Я не москвичка, к счастью. И вот начинаете. Я говорю, так, ребята, сначала на местном уровне, потом округ, потом город, потом округ федеральный, потом генеральный. Пять раз напишите в генеральную, на шестой вас услышат, а на седьмой к вам прибегут и скажут, ну что, вашу маму мы любили, ну как же сделать, чтобы вы от нас отстали? Я так у себя привела в порядок двор. Но ведь можно же сразу начинать в генеральную, а они потом по инстанции спускают в округ. Потому что это сразу становится на контроль. Нет, это не выход, они спускают в унитаз. Это проверено. У меня просто была по службе смежная структура. Ну, мы же все бараны. Вот. Я говорю, подождите, ребята, ну, предводительство это козел, вы хотите быть козлом. Ой, обижались. Обижались. Я говорю, какая вы гадкая. Я говорю, да, сволочь. С нами в эфире была победоносная Ольга. Спасибо вам. Мы продолжаем разговор, благо нам есть о чем поговорить. Потихонечку ваши звонки здесь копятся, и тем не менее номер, напомню, 495-код города. Дальше магические цифры. 6510-996. На смс-портале 5533 это вход, а дальше я, буквка, пробел, после чего действительно уже начинаюсь я. В продолжении разговора вот какой любопытный вопрос. Это послесловие к моим предыдущим рассуждениям в автомобилях. Меня спрашивает Василий по поводу настороженности, связанной с гибридными машинами. Почему я их не люблю, и в чем, собственно, суть проблемы. Суть проблемы вот в чем. Автомобиль достаточно перегружен технологически. Это неплохо, иногда это даже интересно. И как игрушка, может быть, даже вторая в семье, очень здорово. Тем более, если мы по словам гибрид подразумеваем, как правило, Toyota Prius, там так много всего интересного. У Toyota замечательные совершенно мониторчики, там очень интересные диаграммки. И наблюдать за этим автомобилем, о том, куда он кидает какую энергию, где у него идет рекуперация и прочее. Вот как удовольствие от электронной насыщенности. Да, это здорово. Это хорошая игрушка. Правда, дорогая. А дальше начинается повседневность. Получается, что вы каждый день выезжаете на автомобиль в высокотехнологичном, на деревянных колесах, с большим серьезным перегрузом. Вы в багажнике везете 400 килограмм того, что вам по жизни не нужно. Но эти 400 килограмм вы не можете не почувствовать. Когда у вас за плечами такой практический прицеп, это очень сложно и по развесовке, и по работе подвески, и по управляемости автомобиля. Хотя развесовка получается близко к идеальной. Сзади много, спереди много. Посередине сидите вы и спрашивается, зачем вам эта галера, на которую вы пытаетесь грести. При всем при том, в чем выигрыш гибридного автомобиля? Вроде бы в экономии топлива. Получается, что вы серьезно сэкономили. А сколько именно? Гибрид в городе, когда он достаточно часто подключает электромотор, едет, ну, где-то, наверное, с расходом топлива. В рекламе написано 3,5-4,6. На самом деле, где-то 8-9 литров. А когда вы уходите на трассу, выясняется, что гибрид для перемещения между городами или, например, для того, чтобы поехать к себе на дачу, не приспособлен в принципе. Потому что расход топлива у него уходит за десятку. И в итоге что? Ведь все то же самое на бескомпромиссных автомобилях, дешевле, проще и логичней, вы имеете и так благодаря сегодняшнему автопрому. За эти же деньги вы можете купить нормальную машину подобной энерговооруженности, причем любую. Пожалуйста, вы можете начинать с бюджетного Соляриса, который подарит вам великолепное ощущение резвого мотора. Солярис ведь это удивительная машина, где двигатель не от этой тележки. У Соляриса мотор в несколько раз круче, чем все остальное. За ним задние колесики не поспевают, но езда на нем ураганная абсолютно, потому что 126 лошадиных сил снять с мотора 1.6 без турбины, да еще, есть такое подозрение, что по Евро-3, да еще с великолепной шумоизоляцией, это очень интересная машина. И получается, вот, например, в прямом сопоставлении того, что мы называем бюджетным, вот он, Солярис, и на другой чаше весов, например, Тойота Приус. Очень компромиссный автомобиль. И, конечно, мы все друг друга пугаем, в том числе, подозрения в его неремонтопригодности. До ремонта доживают немногие. Так японцы серьезно работали над батарейками, над электромотором и над его электрической схемой, что действительно добились определенной надежности, которая даже в нашем климате позволяет не каждый день заезжать на сервис. Но хочется спросить чисто фольклорным вариантом, вот нафига Казебаян? В качестве игрушки купить себе айпад будет дешевле. Тем более, что, как имитатор хорошего настроения, он действительно может вам подарить много приятных минут. Целый автомобиль ради этого совершенно не обязательно. Любопытная смс-ка пришла. На смс-портале, кстати, пустовато, я так понимаю, пока этот вариант коммуникации не очень сильно опробован. Мерседес ГЛК или BMW X3? Хочется их третий, но ГЛК за те же деньги богаче по комплектации. Вот это вечное соприкосновение и антагонизм между Мерседесами и BMW. Что лучше Мерседеса и BMW? Неприятный ответ. И то, и другое хорошо. Здесь все-таки имиджевая составляющая играет роль, потому как и ребята друг за другом присматривают внимательно. То есть Мерседес не дает всерьез оторваться BMW-шником. BMW-шники не дают Мерседесовцам уйти тоже в серьезный отрыв. Они тем более делают машины в прямом совершенно конкурентном соотношении. Так, чтобы потребитель именно это и имел в виду, чтобы обнаружил сходство. Он пришел, сказал, слушайте, но X3-й это почти то же самое, что ГЛК. А что же мне взять? То есть берите то, что нравится. Вот то, что вам кажется более красивым. У каждой из этих машин много преимуществ. У каждой из этих машин много косяков. И Мерседесы очень неслабо ломаются. И у BMW определенные трудности. Тем более, что BMW-шки у нас идут калининской подсборки. А калининградской. А в Калининграде там иногда такие косяки делают. Недавно мой приятель купил себе ХЗ, ну BMW, а у него там оказался корявый ВИН-код. Когда набивали его, ну, на обед торопились ребята, ну, рука дрогнула, ну, вот кинули в продажу машину. А у нее ВИН-код правленный. Милиционеры на это дело посмотрели, сказали, мужик, что ты думаешь, мы тебе на учет, что ли, поставим? А это новая машина, отдельно. Проблем было много, к чести московского представительства, они эту проблему решили, но неприятно иметь такие нюансы. А у Мерса, например, у него есть такая система Комонд. Это его главная бортовая развлекалочка. Она и навигатор, она и музыка. Вот ни в коем случае с ней не берите. По степени замороченности и глупости она превосходит, ну, даже, наверное, примитивный Тетрис. Тетрис иногда просто раздражает, а Мерседес, он за эти деньги, ну, мягко говоря, это перебор. Владимир у нас, нажимая на кнопочку, а Владимир у нас на связи. Алло. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы поспорить с вами на тему гибридных автомобилей. Давайте. Как-то, на мой взгляд, вы их не совсем заслуженно обругали, что ли. Я вот являюсь владельцем уже второго гибридного автомобиля. Первый у меня был как раз Тойота Приус, а теперь гибридный Лексус РХ. Ух ты. Машина побольше, помощнее, и расход, то, что вот вы говорили, он гораздо ниже. Да, он выше, чем написано в технических данных, это не 3,5 литра, но это по городу 5 литр. Да, в городе, кстати, да. А по трассе, даже в инструкции у меня у машины написано, что если вы хотите ездить по трассе, то лучше купите бензиновый автомобиль, не гибридный. Почему? Потому что он сам по себе дешевле, а расход у них на трассе получается одинаковый. И сколько вот у РХ? Я так понимаю, 400 Аж у вас, да? Да, 400 Аж, предыдущее поколение, 10,5 литров. тоже неплохо. Это 270-сильная двухтонная машина, которые влезают лыжи, которые влезают все. Владимир, 270 сил это совокупность всего, в том числе и мечтаний Тойоты. На самом деле нет у вас там 270 сил, у вас там гораздо меньше, это по паспорту столько. По паспорту 211, потому что записано бензиновые. Да. Но по факту это очень быстрая машина. Да, быстрая. Так а Лексус вообще достаточно быстрая машина. И лыжи в любую влезают. Если сравнивать расход, мы жене купили Ауди А1, такой маленькая-маленькая машинка, маленькая. Знаю. Вот она едет медленнее, а расход у нее почти такой же, 9 литров. При этом она маленькая-маленькая. Ну, жена счастлива, она же купила себе все-таки пудреньку. Маленькую красивую машинку. Да, да, да. Хорошая пудреница, богато инкрустированная, в которую помещается живой человек. На него можно даже посмотреть. Пудреницу открываешь, там человека нет. А один открываешь, а он там есть. Здорово. А внешне одно и то же. Но гибриды в этом плане сразу видно их при расходстве. А что у вас с ТО со стоимостью техобслуживания? Я не знаю, у меня никогда не было не гибридных автомобилей, лично у меня. Были только у жены. Но я не почувствовал какой-то принципиальной разницы, что там ТО сильно дороже. Нужно каждый раз менять все электроны в батарейке. Не, не надо. Нет. Не, не надо. Все абсолютно культурно. Даже более того, например, колодки тормозные, тормозные диски, их нужно менять гораздо реже, потому что практически все торможение происходит за счет электромоторов. Да. Там рекуперация, она как раз и очень хорошо останавливает автомобиль. Согласен с вами. В итоге, насколько дороже ваш RX 400H, чем любой его аналог? Если брать аналогом, например, RX 350 или 330, то есть абсолютно такой же автомобиль, но не гибридный, разница в цене у них получается, если новый, за теми, в салоне, с кофем, то разница получается где-то в 300 тысяч. Скажите, Владимир, а что вам более драгоценное в этой машине? То, что вы помогаете экологии или то, как здорово она развлекает вас своими электронными чудесами и дисплеем в частности? Больше всего мне нравится то, насколько мне в ней комфортно. Я вот еду в пробки, у меня машина не жужжит, абсолютно тихо, абсолютно бесшумно, и когда я начинаю ускоряться, это происходит абсолютно плавно. Вы 300 тысяч заплатили именно за тишину в салоне. Ну, в общем, по сути, да. Дай бог, чтобы машина послужила у вас. Владимир, аппарат очень достойный. У нас, кстати, Дмитрий на связи, на линии. Алло. Алло, здравствуйте, Дмитрий. У нас только что Владимир рассказывал о преимуществах гибридных машин. Ну, субъективно рад за него. Дмитрий, что у вас? Вы знаете, я вот как раз хотел бы пару слов против сказать гибридов. Так. Дело в том, что у вас есть специальность, профессия, как бы, да, я имею прямое отношение к автомобилям, в том числе, и больше степени к двигателям. И, вы знаете, вот для того, чтобы оценить, насколько хорош гибрид, надо, в общем-то, оценивать не только как вот пользователь, да, а вообще, насколько вот этот гибрид в итоге, да, принесет пользу или вред конкретной, например, природе, да. Я понимаю, что я очень абстрактно говорю, но попытаюсь конкретизировать свою мысль. Дело в том, что мы вообще должны оценивать не только стоимость эксплуатации, да, но и стоимость производства, стоимость утилизации любого изделия, в том числе и гибридного автомобиля. Если мы посчитаем пробег, посчитаем, сколько в результате вот этого номинального пробега мы должны поменять аккумуляторы, сколько обходится не только производство, но и утилизация этих аккумуляторов, в итоге посчитаем экономию топлива, которая на самом деле достаточно мнимая, да, к слову скажу, что Volkswagen официально признал, что его Touareg дизельный, а, пардон, Touareg гибридный расходует больше топлива, чем дизельный аналог с тем же самым мотором по городскому циклу, то в итоге получается, ну, похоже все это на большой пиар, вот для меня как бы. На самом деле я с вами соглашусь, тем более обратите внимание, ведь Toyota Prius, она в трех своих поколениях развивает эту тему, и молодцы, то есть технологически они идут очень хорошо, а откуда у Toyota в принципе взялась идея гибрида? Они ее изобрели? Нет, они ее купили у американцев. Американцы придумали систему того, что мы сейчас называем гибридную, посмотрели, поняли, насколько она тупиковая, насколько она бесперспективная, и кинули патент в свободную продажу. После чего Toyota ее купила, и на третьем поколении уже даже начала получать какую-то прибыль, ведь первые два поколения были в коммерческом отношении несостоятельны. То есть эта идея для людей социально озабоченных экологии, вот то, что называется социальный вызов. Если в Европе сейчас зеленые и голубые, это практически синоним, и у них с утра до ночи в парламенте идут слушания на тему того, как все-таки нам дышать поглубже и почаще, а воздух, чтобы был почище. Вот вам, пожалуйста, гибрид. Хотя смысла в этом я до сих пор не вижу, и Владимир, который ездит на Lexus, он тем не менее с собой возит за 300 тысяч лишних 300 килограммов, а иногда и 400, и мне это все-таки тоже не является предметом для восторга, на мой взгляд. А немцы постоянно проводят эксперименты, когда впрямую сопоставляют вождение нормального автомобиля и смотрят рекорды топливной экономичности. Ведь то Volkswagen, то Seat на дизелях. Volkswagen первым, кто начал работать над так называемой трехлитровой машиной, машиной, которая на 100 литров потребляет на 100 километров 3 литра топлива. И по сию пору они катаются по всей Европе и привозят рекорды там 2,92 литра на 100 километров солярки. При этом ты едешь на полноценной машине, у которой есть двигатель, у которой есть тормоза, руль, сиденье, кондиционер, музыка. И это нормальная машина, логичная, при этом она стоит, ну, например, Seat Ibiets, она стоит, ну, одну восьмую от Lexus. Хотя те, кто за прогресс, тем более с деньгами, и он собой оплачивает удовольствие фирмы от того, что Toyota считает себя первооткрывателем, неплохо, да, клиент за это и заплатил, в том числе за имидж. Но, Дмитрий, полностью с вами согласен, будущее все-таки не за ними. Продолжаем наши увлекательные разговоры об автомобилях. Напомню, телефон 495, код города, хотя город у нас с вами один общий, 6510-996, смс-портал 5533, начиная с буковки «Я» дальше пробил, после этого ваше сообщение. В продолжение калининградской темы вопрос прозвучал. BMW M1 тоже калининградской? Нет. Мки, они все чистопородные немки. Мки собираются только там, только у немцев. Еще один вопрос для жены в качестве первого автомобиля Renault Sandero Stepway подойдет или нет? На мой взгляд, Renault Sandero Stepway это вообще один из лучших автомобилей в нашей стране. И за эти деньги и по своей сути, по совокупности потребительских свойств, для женщины в качестве первого автомобиля великолепно, абсолютно правильно. Вы будете лучшим мужем на свете, когда подарите ей подобное транспортное средство. Впрочем, как Sandero Stepway подходит и для мужа, и для всех остальных. Благо, едет хорошо и, в принципе, сделано специально под нашу страну. Телефон приятно разрывается. Сейчас я попробую взять его. Дмитрий тот же самый, видимо, звонит, не договорил. Так, Дмитрий. Да, простите, моя настойчивость, но, в общем-то, мысль такая, которая гложет мне, поэтому хотел, конечно, поделиться с вами, со всеми слушателями Финам ФМ. Надо помнить о том, что вот эти аккумуляторные батареи, которые прилично весят, 230 килограмм, еще нужно зарегулировать. Если мы возьмем весь трус в службу автомобиля, они по-хорошему надо менять, ну, как минимум три раза, то, в общем-то, вред мы природе оказываем, наносим не меньше, чем вот эти совокупные эквивалентные выбросы по токсичности, но и их там, твердые частицы и так далее. Это один момент. И второй момент, кстати, из всего этого, как бы, я думаю, что в будущем развитии двигателя строения, это, конечно же, это альтернативное топливо, возможно, какие-то синтетические топливо. Неа, автомобилист, что на самом деле ближе всего на поверхности, вот какое технологическое решение оставит нам двигатель внутреннего сгорания, но будет другое по топливу. Вы сейчас скажете топливные элементы, я вот не соглашусь с этим мнением. То есть вы против водорода? Вы считаете, что за водородом больше нет? Нет, дело не в том, что я против водорода, вопрос в том, что эксерги, для того, чтобы сохранить водород на борту, это целая проблема. Если бы можно было бы хотя бы 2% по массе водорода хранить на борту, то есть, допустим, топливный бак весил 100 килограмм, а полезная масса водорода весила бы 3 килограмма, то уже можно было бы использовать его коммерчески, да, на всех разах. Да, а производить на борту? Пока мы до этого не дошли, да, и нисколько, и далеко, давно не даем. Но если мы можем использовать водород двигательным сгоранием, то это будет гораздо эффективнее, чем любые топливные элементы. Конечно. Гораздо эффективнее. Конечно. Это 100%. Поэтому я сказал, что будучи с альтернативными топливами, не только синтетическими, возможно, в соединениях. А что касается тепловой машины, то надо понимать, что эффективность тепловой машины нужно рассматривать не только с точки зрения конкретного двигателя поршневого, а с точки зрения всей цепочки. Начиная от добычи полезного, ископаемого, потом переработки топлива и заканчивая в итоге мощностью на волну коленчатого вала. А если мы будем рассматривать то же самое с точки зрения, допустим, электромотора, который будет работать с использованием энергии топливных элементов, то эффективность вот этой цепочки, она очень сильно будет уступать эффективности той цепочки, о которой я говорил. И поэтому я все-таки считаю, что будущее это тепловая машина, которая будет работать на универсальном синтетическом топливе, которая будет очень высокий термический КПДМ, которая будет работать с очень высокими температурами. Вот это мое глубокое убеждение. И самое главное, чтобы двигатель будет очень гибким с точки зрения характеристики, возможно, даже мы откажемся от традиционной трансмиссии, у которой 7, 8, 9 передач и так далее. Чтобы этот мотор, он мог иметь очень высокий момент на низких оборотах, как бы, и сейчас все к этому идет, и все вот эти системы, которые существуют, и системы регулировки фаз газораспределения, и системы регулировки наддува, даже системы регулировки Дмитрий, перебьешь, вы чрезвычайно компетентный собеседник, я польщен разговором с вами, хотя, к сожалению, вот эту тяжелую лекцию, кроме нас с вами двоих, я боюсь, все остальные не очень воспринимают. Дмитрий, спасибо. Компетентный собеседник, это чрезвычайно приятно, это, как правило, большой подарок ведущему любого эфира. И, Дмитрий, я с вами полностью согласен, вы в абсолютно правильном направлении думаете, и жаль, что ваш масштаб понимания проблемы не востребован нашей страной. Я сильно подозреваю, что вы еще и хороший практик, но вряд ли вас уже позвали в правительство для того, чтобы в транспортной доктрине вы тоже приняли участие в ее разработке. Олег у нас на связи, я попробую связаться с Олегом. Олег, здравствуйте. 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 Вот у меня к вам такой вопрос. Сейчас на заводе в Тольятти, да, значит, выводится на рынок, будет производиться автомобиль Нессонал Мера. Да. Значит, ее функционируют как новый автомобиль, вот, везде говорится о том, что это новый автомобиль, вот. Но если разобраться, да, по сути, это старый автомобиль, который в Китае сняли с производства, и всю начинку, в которой, значит, планируют поставить от того же Логана. Да, именно так и есть. Как ваше отношение к данной ситуации? Мы что, так и будем, значит, ездить на машинах, которые даже в Китае уже сняли с производства? Я имею в виду пробюджетные автомобили. То есть вы хотите сказать, Олег, будем ли мы доедать за китайцами и донашивать за ними? Да, будем, потому что ни на что мы больше не способны, к сожалению. И Тольятти красиво показывает нам эту ситуацию, поскольку он гордится тем, что в Китае сняли с производства. Китай нам платит все той же монетой, которой в свое время мы ему поднимали автопром. Если помните, мы свой ЗИЗ-150 привезли, когда сняли у себя с производства, и весь соцлагерь мы как раз этим кормили. И поляков, и румынов мы тоже снабжали машинами, которые нам были уже не нужны. Мы им производственную линию дарили и поднимали их автопром, потом гордились в складчину. Это машина, которая была сделана Ниссаном для китайцев. Там она свое уже отработала, отпела и отплясала. До ума ее нельзя сказать, что довели. Теперь ее привезли к нам. И если имиджем вот остальных, например, японских моделей... А вы знаете, у нас теперь два завода по производству Ниссанов. Один в Питере, второй в Тольятти. Питерские, обратите внимание, русские люди делают машину, но по отношению к ним нельзя сказать, что много нареканий, и вот нет подозрительности, что это совковая тачка. Все говорят, да, это иномарка, и, пожалуйста, Тиана и Экстрейл, они воспринимаются, тем более Муран, они воспринимаются как полноценная иномарка. А вот здесь мы получили с вами новейшую японскую машину, Ниссан Альмера. И Игорь Комаров сразу начинает рассказывать нам о том, что она, конечно, по качеству не уступает нашему Ларгусу. А Ларгус это та самая машина, резьбовые соединения, которая по-прежнему забивается кувалдой. И, в принципе, разговор такой, не, ну а что вы хотите за эти деньги? С одной стороны, гляньте, мы в таком прорыве, мы сделали новую машину. А с другой стороны, ну она же родная, посмотрите, она кривенькая, косенькая, убогенькая, моторчик только 1,6. У нее цена 429 тысяч на старте. Вот я бы хотел обратить внимание, что цена-то, понимаете, вот у нее цена вообще-то будет за 500. Это наверняка, да, в хорошей комплектации, это будет за 500. То есть это не дешевый автомобиль. Не дешевый, абсолютно. А обратите внимание, Олег, как нас с вами обманули. Нам впарили вот это слово бюджетное. Бюджетное это такой символ нищества. Вот такая вот, а, бюджетное. Что вы хотите? Что это поллимона? Это что же за такая бюджетность? Это что же за такой символ нищенства, когда у нас с вами полумиллиона? Извините, я вас перебью. Хотел бы тогда понимание, что когда если мы говорим слово бюджетное, хотя бы определили, что это такое бюджетное. 300 тысяч автомобиль это бюджетный, там 250, а то 500 тысяч, это получается тогда, что же такое наша новинка, гранта тогда, что же? Это вообще нищенский автомобиль, да, получается? А это будет Датсун. Из него сделают Датсун, на него приклеивают новые японские шильдики, и уже японцы будут гордиться о том, тем, как они у русских купили патент на новейший отечественный автомобиль страны, которая летает в космос, назвали его Датсун, и в будущем году мы уже всю эту красоту получим. Ну, просто обидно задержало, на самом деле, как говорил небезызвестный герой, обидно задержало. Да, именно так, именно так. Олег, спасибо вам. У нас на связи Иван. Все хорошо. Иван, Иван, здравствуйте. Слышишь? Ну, не могу сказать, что особо хорошо слышно, и совсем не видно. Я прервал. Так, Ивану тоже не повезло. Надеюсь, что Константин уже до нас дозвонился. Константин, Константин, вы на связи? Здравствуйте, Константин. Да, добрый день. Знаете, я бы хотел спросить у вас, у вас тут идет речь об экономичности, я, к сожалению, или к счастью своему, несколько лет назад купил автомобиль Mazda CX-7. В то время... Разорились? Константин? Вы знаете, в то время по Москве даже можно было перемещаться и получать удовольствие от этого автомобиля. Агрессия, превосходные ходовые качества. Подвеска шикарная, двигатель мощный. Подвеска прекрасная. Да. А расход какой у вас был? Вы тридцатничек там увидели на расходомере, нет? Ну, если нажимать педальку посильнее, можно увидеть и больше, да? Да. Вот. Сейчас, ну, при такой езде до 20 литров у меня расход. Скромненько. Но скромненько, да. Стараюсь агрессивно не водить, да и нефть. Камеры и пробки. И браги кругом, да. Согласен. Вот. Поэтому задумываюсь о продаже. Ну, рано или поздно, да. Да. Думаю о Subaru Outback. Ух ты. Можете что-нибудь подсказать? Ой. Меня в Subaru очень смущает. Во-первых, то, что за эти деньги вы получаете, мягко говоря, деревянный салон из китайской переделанной пластмассы. Я не понимаю, почему нужно столько платить за автомобиль, который вот так сделан. Во-вторых, меня в Subaru, вот уже второе поколение всех Subaru смущает качество. Не знаешь, на какие грабли наступишь. Причем дилерская сеть, она относится к клиенту с большим пренебрежением. И, кстати, фактор сдерживания вот этого бренда Subaru в нашей стране, это именно дилерская сеть. Потому что не хочется, купив, приехать к дилеру, он тебе скажет, ну и что, что у вас двигатель стуканул, это не гарантийный случай. У меня был в свое время Forrester, и новенький Forrester, он у меня зимой заводился на одном горшке, потому что у него все три остальных были не готовы к работе. Я приезжал к дилеру, к официальному, и говорил, посмотрите, на что они красиво выкручивали у меня свечку и говорили, слышь, командир, не, ну ты что, ну следить же надо. Не, ну свечи-то, ну все же заплевало. Я говорю, ребята, вы гляньте технологическую карту, я у вас когда был? Он говорит, тут какая-то печатка, вы вроде у нас вчера свечи меняли. Я говорю, правильно, мне этих свечей хватает на то, чтобы один раз запустить мотор. Я говорю, может вы найдете причину? Причину не нашли, проще было избавиться от машины, чем разгадывать эту загадку. Я ее не разгадал. И у Subaru те же самые проблемы. И вот, например, Костя Сорокин, один из самых компетентных журналистов автомобильных в нашей стране, он на Subaru мучился в газете Авторевью, она была у него казенным, проклял все, пока он не накатал эти самые 100 тысяч, именно потому что неровное качество. Кому-то везет, и люди счастливы, кому-то не везет. Если хотите рискнуть, Константин, ну, я понимаю, что японское качество это здорово, может быть уже что-нибудь другое? Toyota, Nissan. Ну, Toyota, Nissan в пределах миллиона, после CX-7 сложно. После CX-7 нужно полгода поездить в автобусе, потому что иначе вы никакого аналога не подберете. После CX-7 сразу сесть за руль чего-то, знаете, надо садиться за руль какого-нибудь Мурселага. Тогда да, иначе ничего не получится. Спасибо вам. Так, еще один звонок, я думаю, что, может быть, мы его успеем. Так, Олег, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Говорите. Да вот, специалист вам звонил Дмитрий, все-таки он ошибку сделал. Так. Насчет расчета КПД. Так. Электрохимический генератор, водород, кислород, там теоретически КПД вообще может быть равен единице. Что не так уж и плохо, согласитесь. Да, просто в чем проблема, что топливные элементы еще, ну, не так много запасают водорода, и это все дурно. Да, технология пока не отработана, но на сегодняшний день так или иначе уже есть водородные машины, есть водородные двигатели, и BMW 7 по Берлину ездила нормально в течение 10 лет. С 2002 года там была развернута целая система заправок. Осталось только добиться от технологии производства водорода непосредственно на борту автомобиля. И к этому мы идем, со временем мы придем, и вот именно здесь будущее автомобиля. К сожалению, наше время заканчивается, причем на самой интересной ноте КПД, поскольку поговорить об этом всегда было бы интересно. Тем не менее, через неделю, надеюсь, мы с вами встретимся здесь же, пообщаемся, поговорим в Сласть за один час. Спасибо вам, до свидания.